В областном центре зарегистрированы выпадки порушения умов реализации продукта ухарчавания. В приватности это течится продажу бахчавых культур. С мытой контролю над ситуацией в областном центре проводятся рейды для выявления так званого гандлю земли. Створены специальные комиссии, в склад которых вошли представители Гродинского зонального центра, егены и эпидемиологии. В ходе проверок высветлилось, что в Гродне можно купить ягоду для дорог и оживленных трасс до того же у продавцов, которые гребуют правилами особистой егены. Ирина Юшкевич подробнее. Как не дивно, кавуны, что продаются для трасс, знаходят своих покупников. Больше зато и в 90% выпадков означают специалисты. Люди навык не текавятся на юности документов, что подтверждают ягод с продуктом. Медики, в свою очередь, говорят, навык, калекавун пешепочатково отповядал усим санитарным нормам, то уже проспал годины, проведенные для трассы, перетвораются у соправдную отрутную бомбу. Починаючи со жнивня, рейды по местах стихийных гандлюковунами для санитарных служб перетвораются у штуденность. Работу спрашивает той, что гандляры не одрозниваются с особливой оригинальностью и что год разгортывают палатки на ранейших местах. Як правило, гэта наибольшь оживленная трассы на выездах с города. На данном торговом объекте нам предоставили необходимые документы, доставляющие качество и безопасность на реализуемые бахчевые, этикетки с маркировкой на данную продукцию. Но, тем не менее, как вы видите, здесь есть ряд нарушений и требований санитарных нормальных правил. Во-первых, как я уже сказала, он размещен в непосредственной близости возле дороги, не оборудован навесом для защиты от атмосферных осадков, попадают прямые солнечные лучи на пищевые продукты. Продукция размещена на ящиках, торговый объект не оборудован, как положено, в соответствии с требованием санитарных нормальных правил, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. За подобное порушение на первый раз гигиенисты обмежевываются в устном папереджене. За полтонный факт покарают штрафом. А вот выявление гандлю разрезанной ягодой, або отсутной санитарной книжки и документу на продукцию, без вариантов заканчивается складанием протоколу. В прошлом году, в основном, опять же, это была реализация вдоль автотрасс, вдоль обочин дорог, реализация продуктов бахчевых без документов, достаревающих качество и безопасность, лицами, не прошедшим медицинский осмотр, опять же, с торговых мест, которые не были оборудованы в соответствии с требованием санитарных норм и правил, и виновные лица в ходе мониторинга привлекались к административной ответственности. Сезон кавунов только начинается, и жадание заработать побольше, как показывает шматгодовая практика работы гигиенистов, снова успокоить продавцов кавунов на порушении правилов. Наверное, на рынках, где сертификаты якости товара мая на руках, каждый реализатор-специалисты раец-покупнику быть пильным. Залежалым может быть не только товар, а и документы на его. До приклада, на кавун Жнивинского завоза могут продавить документы, давно распроданной Липинской партии. Одним гарантом якости кавунов эксперты называют документ на их максимум 10-20-дзенной вытромки.